Новости на телеканале Видное ТВ. Я Татьяна Брылова. Приветствую всех, кто сейчас с нами. И в начале коротко о главных темах выпуска. В районе стартовал рейд по проверке газового оборудования. Путечка. Еще один ребенок-сирота получил ключи от квартиры. Торжественная церемония состоялась в районной администрации. Желаю тебе всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви, огромной жизненной энергии, удачи во всем. Сокровища народных талантов. В библиотеке открылась новая интересная выставка. Это народное ремесло. Действительно, очень красиво вовлекает. Очень-очень нравится. В Ленинском районе стартовал рейд по проверке газового оборудования в многоквартирных домах и домах, находящихся в непосредственном управлении собственником. Большая комиссия, куда вошли представители администрации, общественности, надзорных органов, государственные жилищные инспекции и управляющие компании, провели проверку газа в 93 квартирах одного из домов в поселке Петровское. Участвовала в рейде и наша съемочная группа. Глобальная проверка газового оборудования проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также согласно решению, принятому на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 15 января этого года. В Ленинском районе рейд было решено начать с многоквартирных домов в поселке Петровское. Первый на очереди дом номер 130. В связи с тем, что сейчас происходят многочисленные взрывы газового оборудования, мы проводим проверку в рейдовые осмотры внутриквартирного газового оборудования. Специалист газовой службы тщательно проверяет все места соединения газового оборудования специальным прибором под названием МТ-4. В случае утечки раздастся специфический сигнал. В этой квартире прибор не зафиксировал утечки, а значит угрозы нет. Направляемся в следующую. Но тут, увы, нас дала неудача жильцов. Дома не оказалось. К слову, если комиссии в ближайшее время так и не удастся попасть в квартиру, к жильцам могут быть применены жесткие меры. Если человек не пускает проверить газовое оборудование, значит управляющая компания делает предупреждение вместе с государственной инспекцией и газ просто отключается. В первую очередь проверяются квартиры, на жильцов которых неоднократно жаловали соседи, а также одиноких и социально незащищенных граждан. Мы в рамках проведения осмотра газового оборудования особый, конечно, упор делаем на одиноко проживающих граждан, которые никто не могут самостоятельно себя в полной мере обслуживать. Для того, чтобы коммунальные службы могли регулярно проверять газовое оборудование и своевременно устранять поломки, собственник или квартиросъемщик должен заключить специальный договор на обслуживание. Если таковой не заключен, заказчик вправе отключить поставку газа нарушителю. Заключение таких договоров гарантирует безопасность как личного имущества, так и внутридомового. После осмотра многоквартирных домов комиссия направилась инспектировать дома, находящиеся в самоуправлении жильцов. В доме номер 50 две квартиры и в обеих газовики выявили утечку. У хозяина одной из квартир договорно-техническое обслуживание нет, поэтому последнюю проверку в квартире проводили два года назад. Иван Бычко уверяет, что и рад бы заключить договор, но не знает с кем именно. Представители комиссии рассказали, что в случае с частными домами договор заключается непосредственно с МОЗ «Облгазом», а также вызвали аварийную службу. По адресу Петровская, дом 50, квартира 2, в непосредственном управлении дом находится, выявлена утечка газа. Можно направить аварийную службу сюда? Такие проверки в Ленинском районе проводятся раз в год, но и сами жители должны быть бдительны. Если вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не включайте электрические приборы. Откройте окна, покиньте помещение и вызывайте аварийную газовую службу. Специалисты советуют также сразу перекрыть кран подачи газа. Обо всем остальном позаботится аварийная газовая служба. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Винное ТВ. Юная жительница Ленинского района Ксения Ляпина, которая недавно отметила совершеннолетие, получила ключи от будущего. Администрация муниципалитета преподнесла в подарок девушке, выросшей без родителей, новую квартиру. Подробнее в нашем следующем сюжете. Желаю тебе всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви, огромной жизненной энергии, удачи во всем. Мы часто вручаем в соответствии с законодательством ключи, но ты просто молодец. Ксения действительно молодец. Несмотря на то, что в раннем возрасте она лишилась родителей, в жизни не потерялась. В своей 18 она уже студентка второго курса Московского регионально-социально-экономического института. И по словам бабушки, это ее уже вторая специальность. Она сначала на дизайнера поступила, потом подружки у нее на юриста. И вообще у нее пятерки там. И я пошла в техникум, спросила. Говорят, что очень хорошо у нее там прям. Ну, перешла на юриста. Ксения сегодня учебу прогуляла. В порядке исключения не каждый же день получает человек квартиру. Вместе с ней смотреть новое жилье отправилась и наша съемочная группа. И вот поворот ключа. И мы у Ксении в гостях. В 32-метровой студии слов у нее в прямом смысле нет. Ксения. На выручку приходит бабушка. Она, как и все бабушки, мудра и прагматична. Надо покупать мебель. Правда, конечно, может быть, сейчас жить-то ей тоже. Она еще все-таки второй курс. Ну, уже есть квартира. Будем потихонечку мебель покупать. С мебелью, кстати, тоже поможет администрация. Компенсируют затраты на обстановку в размере 50 тысяч рублей. Однако квартиру в собственность пока не отдаст. Дети получают квартиру по договору специализированного найма и 5 лет проживают и ничего с ней не могут сделать. То есть их не могут ни какие-то там приемные родители или еще кто-то обмануть, либо люди со стороны. Вот. И они только через 5 лет мы с ними заключим договор социального найма и они уже, им будет 23 года. Они уже будут осознанно идти на тот шаг, что ее приватизировать и в дальнейшем что-то с ней делать. В этом году в Ленинском районе вручат ключи от новых квартир еще двум детям, оставшимся без родителей. Их истории мы обязательно расскажем. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На Аллее Славы состоялся митинг, приуроченный к 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Жители города Видное отдали дань памяти павшим воинам, а история этих событий сохранилась у каждого вне времени. На митинге побывала и наша съемочная группа. 10 лет военных действий и тысячи погибших солдат. Афганская война – одно из страшных событий в истории Советского Союза. Почтить память солдат на Аллее Славы пришло около 100 человек, среди которых ветераны войны и родственники воинов, не вернувшихся домой. Для всех участников митинга советские бойцы, безусловно, считаются героями. Я думаю, что то, что сделали наши советские воины в Афганистане, это просто подвиг. Туда были введены наши войска по просьбе афганской власти. И наши воины сделали свой, сотворили свой подвиг. Глава Ленинского района Валерий Венцель возложил цветы к вечному огню. Он уверен в значимости таких акций памяти. Мы в неоплатном долгу находимся у тех ребят, которые сложили свои головы на полях сражений. Мы обязательно должны думать о семьях, которые нуждаются в поддержке и помощи. Мы должны обязательно встречаться и чтить тех, кто поныне жив. Это богатый опыт, это те люди, которые приходят на смену нашим героям, нашим участникам Великой Отечественной войны. В семье Гульнары Романадзе знают об ужасе потери в афганской войне. Ее двоюродный брат Александр погиб там в возрасте 19 лет. И такие митинги, считает Гульнара Джамаловна, помогают не забывать о том, что война – это большая беда. Это вот понимание, это то, что дает понять всему миру, война – это плохо, война – это невозможно. А память, она свершенная. И я думаю, мы помнили, помним и всегда будем помнить. Люди с портретами родных приняли участие в акции «Бессмертный батальон». Она посвящена солдатам, погибшим в локальных конфликтах. А в завершении все пришедшие возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Состоялась 24-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На повестке дня стояло несколько вопросов, а именно переизбрание секретаря, полицовета и президиума полицовета. В партконференции приняло участие 130 делегатов от 63 отделений партии, а также 122 члена регионального полицовета. Была делегация и из Ленинского района. Секретарем Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» была вновь избрана Лидия Антонова, которая возглавляет «Единороссов» с октября 2014 года. В своем выступлении Лидия Николаевна рассказала о новых достижениях и планах. Так, партия запускает конкурс общественно значимых проектов среди первичных отделений. Кроме того, «Единая Россия» начала развивать проект «Цифровая партия». Элементовано использовать в работе с избирателями интерактивную платформу избирателей-депутатов. Помимо этого, вводится механизм объективной оценки деятельности. Он будет строиться по двум направлениям – депутатский, рейтинг и региональный. Лидия Антонова сделала акцент на новом положении «Единой России» о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения. Оно будет максимально открытым. Теперь в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата может принять участие любой гражданин Российской Федерации, не имеющий судимости, собственности и денежных средств за границей и не состоящий в других политических партиях. В завершении конференции секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» поблагодарила всех за активную работу и пожелала новых успехов в общем деле. Приготовить, постирать, убраться, сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, оформить субсидию или заплатить за квартиру. Для многих пенсионеров со временем все это становится непосильной задачей. А если еще и дети живут далеко или человек вовсе одинок, тут уж без посторонней помощи не обойтись. В таких случаях выручит социальный работник, который возьмет всю рутинную работу по дому и уходу за пожилым человеком на себя. О личных помощниках пенсионеров наш следующий сюжет. Наталья Федорова – социальный работник со стажем. В профессии уже 24 года. Устроилась 18 лет на летнюю подработку. Да, так и осталось. На данный момент у нее 11 подопечных. Первая на сегодня – Вера Васильевна Юрьева. Ну, что ты мне купила, Наталья? Ну, что заказали, то и купила. Вот, значит, правильно. У меня не раз какая-то новая сегодня. Новая, да. Наташа, открой мне, пожалуйста. К Вере Васильевне Наталья приходит три раза в неделю. Она не только оказывает помощь пенсионерке по хозяйству, но и помогает с гигиеническими процедурами. Пять лет назад Вера Васильевна пережила первый инсульт. Затем было еще два. После каждого следовало долгое восстановление. Недавно к пенсионерке перебрался сын. Но он постоянно пропадает на работе, поэтому помощь социального работника ей по-прежнему необходима. Наташа, она для меня как родная стала. Она ко мне ходит уже седьмой год. Ну, что прихоти? У меня никаких прихоти нет. Покупает продукты мне, раскладывает в холодильник, сахар пересыпает. У меня руки парализованные, одна и вторая тяжело самой. Наталья тоже признается, с годами так втянулась, что уже не мыслит своей жизнью без помощи пожилым людям. Это моя жизнь стала уже. Я без нее. Тяжело работать, естественно, и морально, и физически. С годами все тяжелее и тяжелее физически работать. Ну, потому что здоровье. Сумки таскать тоже, как бы. А и морально, конечно, тяжело. У каждого свои проблемы. Эти проблемы берешь на себя. Невозможно разделить себя, и чужие проблемы, они всегда со мной. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Кулаков живет один. У сына квартира в Люберцах. К отцу, конечно, приезжает, помогает, но помощь-то нужна постоянно, сетует ветеран. Сейчас ему помогает Наталья Зайцева, у которой, помимо Николая Петровича, еще 12 подопечных. Покупаю продукты, промтовары, помогаю готовить. Мне нравится эта работа. И полы, по-моему, и тут почти себе, ой, у тебя там на плите вот подкапано, сейчас плиту, тут все это, и детство, и эти. Вот они сейчас шуруют, и на эти самые. Молодец, молодец, доволен ей, да, прекрасная женщина. Сейчас Николаю Петровичу 92. Прошел всю войну, сначала в составе партизанского отряда, потом танкистом. Управлял легендарным Т-34 и тяжелым С-2. Дошел до Рейхстага, а оттуда до Чехословакии. После войны всю жизнь проработал на коксогазовом заводе. Сейчас, несмотря на солидный возраст, старается не пропускать парады в честь Дня Победы. И с этим тоже может помочь социальный работник. Социальный работник может взять на себя всю рутинную работу по дому. Постирать, погладить, приготовить, сходить в магазин или в аптеку. А еще убраться в квартире и помыть окна, оплатить услуги ЖКХ, оформить субсидии и сопровождать на прогулках. При необходимости такие помощники могут и покормить пожилых людей, и помочь с гигиеническими процедурами. Труженики тыла, участники войны, узники, жители блокадного Ленинграда обслуживают у нас бесплатно по социальным гарантированным услугам. Услугами социального работника могут воспользоваться женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды с 18 лет. Все, что необходимо сделать, написать заявление в Центре соцобслуживания и подготовить ряд документов. Выставка под названием «Сокровища народных талантов» открылась в районной библиотеке. Уже из названия ясно, что посвящена она народным промыслам, которые зародились и существуют на территории России. На открытии выставки и первой экскурсии побывала и наша съемочная группа. Послушал истории о мастерах наш корреспондент Максим Козлов. Эта выставка – дань уважения человеческой выдумке и трудолюбию. Организатор и экскурсовод Марина Андрианова увлеченно рассказывает не только об истории и развитии того или иного промысла, она словно совершает увлекательное путешествие. Мы теперь в Жостово. Это тоже Подмосковье, это не так далеко от Москвы. И такой небольшой вам лайфхак. Если вы хотите в Жостово поехать, можно на автобусе, на электричке, а можно поплыть на пароме. Ходьковская резьба по дереву, Жостовская и Хохломская роспись, Оренбургские пуховые платки, кжель, фидоскинская миниатюра. Более 120 экспонатов призваны рассказать о талантах земли русской. Выставка небольшая, всего три стеллажа. Большинство экспонатов знакомы многим из нас с детства. Тем не менее, во время этой короткой 30-40-минутной экскурсии узнаешь массу интересных и неожиданных вещей. У Тамары Павловны Бобиной должность в библиотеке нетворческая, специалист по кадрам. Однако она увлеченный коллекционер. Набор семикаракорской керамики, которая представлена на выставке, часть ее коллекции. Начался у меня, вот я могу сказать, просто как заболевание какое-то, где-то лет 16-17 назад, когда я купила первую, наверное, чашку. Я даже не помню, что я первая купила. А потом мне это очень понравилось. Надо сказать, что вот эта посуда, она очень красиво смотрится на кухне. Она украшает собой кухню. Мало того, этой посудой очень хорошо украсить праздничный стол. То есть в любом виде она хорошо смотрится. Но не только Тамара Михайловна предоставила материалы для выставки. Эта экспозиция – живой пример коллективного творчества большого количества людей. Это наши сотрудники, это наши читатели. Они приносили предметы сюда. Я всегда собираю, я стараюсь вообще, чтобы привлекать наших читателей. Вот не просто так они пришли, посмотрели и взяли книжку, да, а вот именно тоже поучаствовали. Им же приятно. Они приходят и говорят, ой, это мой предмет. На организацию экспозиции у Марины Андриановой ушло чуть больше месяца. Но кроме этого изучено немало материалов, касающихся народных ремесел. В результате получилась увлекательная история. Я здесь бываю довольно-таки часто. Библиотека для нас стала таким досуговым центром. Здесь всегда интересно, познавательно. Пришла сюда с удовольствием на вот эту выставку посмотреть. Мне очень уже сразу нравится название выставки «Сокровище народных талантов». Это народное ремесло. Действительно, вот очень красиво вовлекает. Очень-очень нравится. Выставка будет работать до 10 марта. Вход бесплатный. Максим Козлов, Владимир Вижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И о погоде. 19 февраля днем будет солнечно. Температура воздуха составит минус 1-5 градусов. Ночью до 11 мороза. Ветер немного стихнет, но все же будет резкий и порывистый. До 7 метров в секунду. И это все новости. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова